Привет всем зрителям, ребята и девчата! В этом видео я для вас подготовил тройку лучших, просто невероятных тем для вашего смартфона Xiaomi, чтобы вы смогли его освежить и сделать еще круче. Что ж, от слов к действиям. Давайте начнем. Заходим в настройки, темы, личный магазин тем. Для того, чтобы вы смогли получить более расширенный доступ к своим темам и больший выбор, вам нужно изменить свой стандартный регион на Индию. Только после этого вы получите расширенные настройки. Эти темы три штучки. Я уже скачал, вам только предстоит это сделать. Если вы что-то подберете для себя из этого обзора, то по названию темы, которые будут в описании под этим видео, вы сможете отыскать эту тему у себя и установить. Первая топовая тема называется у нас CloudyNight V11. Ночная тема, она мне очень, просто безумно сильно понравилась. И я надеюсь, что вам она понравится тоже. Эта тема уже применилась, по телефону наш адаптировалась. Что ж, давайте немножечко ее обсудим. Так, смотрите, у нас рабочий стол очень прекрасно смотрится. Вот так, честно говоря. Глаза не напрягаются. Весь текст читабелен. Ярлыки отлично видно. Большое между ними расстояние. Отлично смотрится наш рабочий стол. Меню уведомлений. Смотрите, красно-черного цвета. Тоже прекрасно все смотрится, все отлично видно. Дальше идем. Меню вызовов. Очень мне сильно понравилось. Все в черно-красном, ну и в белом стиле, соответственно. Нажимаем. Красная точка вызова у нас. Красные цифры. Но и обычная стандартная клавиатура. Отлично все смотрится. Здесь самое интересное, это меню блокировки экрана. Смотрите. Опа. Немножечко такое подвижное, да? Как будто по стеклу скатываются обычные капли, да? Похожие на капли дождя. Отличное меню уведомлений наше. Шикарное. Меню настроек. Обычный стандартный рабочий стол. И меню блокировки экрана. Тема просто бомба. Я думаю, она вам понравится. Давайте приступим к нашей второй теме, которая тоже имеет свою уникальность. Применяем. iOS Boss V11 называется эта тема. Сейчас посмотрим. Смотрите. Тоже ненапряженная тема. Расслабляющая. Присутствуют в основном желтые тона цвета. Ярлыки из айфона. Меню уведомлений. Тоже из айфона. Круглые наши ярлыки функционала. Меню вызовов. Тоже уникально смотрится в синем цвете. Прикольная клавиатура. Окрашена в желтой окантовке. Меню настроек. Тоже как у айфона. Смотрите. Все отлично видно. Свои уникальные айфоновские, эпеловские. Айос процессора. Ярлыки нашего функционала. Меню блокировки экрана. Смотрите. Айфон. Похоже на айфон меню блокировки экрана. Нижняя панелька этому свидетельствует. Можете быстрый доступ сделать к вашему фонарику. Делайте свайп сверху вниз. Меню быстрого доступа. Посмотрите. Различные наши функции, которые мы можем использовать. Калькулятор. Вызов. Камера. Допустим. Камеру. В общем-то сразу включил. Апа. Инстаграм заработал. Ладно. В общем. Вы поняли, что быстрый доступ очень интересен. Давайте рассмотрим сейчас нашу следующую тему. Третью. Сейчас ее найду. Зайду. И установим. Вот она. Называется DNSK Voir V11. Применяем. Эта тема преимущественно имеет фиолетовые и синие тона. То же самое. Тема отлично смотрится. Свои уникальные ярлыки приложений. Меню уведомлений. Круглые ярлыки. На черном фоне. Фиолетовым цветом. Меню вызовов. По-своему интересно. Смотрите. Как прикольно смотрится наша клавиатура. Меню настроек. По-своему. Задний фон. И довольно стильные и очень простые наши функции. В белом цвете. Как название, так и наши ярлыки. Меню блокировки. Давайте посмотрим. Ну, обычные наушники. Здесь на английском языке месяц. Ну и время. Прикольная тема. А мне она тоже понравилась. Надеюсь, эти темы вам понравились. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все, ребята. Спасибо всем. Продолжение следует.